здравствуйте дорогие друзья здрасте здрасте я уже тут последнее приготовление смотрите какое у меня шикарное блюдо на дубовой досточки настоящий голландский сырочек пармезанчик здесь и колбаска такая и сякая и паштетик и сыровяльная шейка думаю чем готовить поем просто и все здесь еще чернослив надо добавить но на самом деле вот здесь вот есть видите местечко такое я оставил для очень важного элемента очень часто в ресторанах дома праздник в стол ставят тарелку сыров мясная гастрономия в общем эта тарелочка это досточка на новогодний стол вы нарезаете все что было в холодильнике красиво нарезаете супер нарезаете и ставите на стол и что вы делаете вы банально блин ставите мед который подходит там к одному двум двум видам сыра а все остальное кажется странным потому что но мед очень яркий по вкусу яркий по вкусу медовый такой приторный немножко я понимаю можно и каштановый поставить черный горьковатый так далее я например такой люблю но давайте сделаем соус друзья давайте сделаем соус в который можно все макать вообще все макай вот этот сыр и вот этот и вот эту колбаску и паштетик намазывайте ложечку соуса бомба будет давайте начнем с обжарки у меня нарублена целая луковица мелко 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 я порубил значит вот здесь вот у меня есть где-то масло сливочного масла кусок я отправляю сразу же сюда на сковородку она разогревается ждет своей минуты я недавно снимал ролик про французский луковый джем классический который подается к сырам это шикарнейшая вещь но не зашло я смотрю многие написали мол типа заморочка туда-сюда пятое-десятое давайте без тут я ускорил процесс и упростил и значит вот это чатни так называемая да которая там не знаю она вообще другое по вкусу другое в смысле другое в смысле там мимо ощущений и так далее лук не нужно так сильно растушивать вот вот я вам сейчас это все конечно же и приподнесу давайте значит лук нарезанный я отправляю сковородку сливочное масло жарим парим варим мешаем все по плану все идет в ступке кориандр гвоздика соль все это с помощью соли нужно превратить в единую массу до кориандра здесь чайная ложка без горки гвоздичек здесь 6 штучек 6 гвоздик все это в ступке солью перемалываем корицу пару палок они у меня мощные такие я не знаю но здесь я планировал что будет явный явное преобладание аромата корицы вот две палки и две звездочки они со сюда бросают сразу раз у нас здесь уже процесс обжарки идет пусть корица и они с нагреваются они дадут нам правильный рождественский аромат ой это конечно потрясающе когда-то гвоздику растираешь получилась вот единая масса соль помогает растереть что угодно даже то что не растирается высыпаем сюда нашу смесь специй эта штука должна быть реально пряная пряная очень сильная мощная по вкусу грим 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 немножко прям пару щепоток белый молотый перец 1 2 острый перец в зависимости от того если у вас в стручках или это просто каролина риппер соль значит соус должен быть острый и пряный поэтому не жалейте сыпьте до ароматы все пошли наверх ой острота пошла тоже сейчас чихать начну у меня здесь есть немного свекольного сока добавляю сюда свекольный сок он у меня остался от перетертой свеклы отжимал сок лишний не нужен был от ватт из отварной все пряная острота корица анис теперь мы сюда добавляем правильно джем именно джем сладкий ароматный мы должны добавить в лук лучше всего вишню так сказать на вкус и цвет товарищи нет можно помимо вишни давай джем а нам куски ягод я думаю что то он не хочет помимо вишни можно использовать например какой-нибудь клубничный если вы хотите клюквенный брусничный в общем все что есть на полке используем для того чтобы сделать пряный джем потому что чатни как называют подобного рода соусы в индии это конечно отдельная история очень вкусная интересная классно он должен быть очень сладкий прям джем настоящий кислый пряный и острый соль там по стольку поскольку для баланса вкуса ой вообще бомба смотрите не все ягоды подходит это же каролина рипер нужно быть осторожнее и аккуратней в чатни можно добавлять всегда еще томаты манго можно более 2 можно добавлять туда томатную пасту 3 томаты пилати 4 еще немножко джема щепотку соли еще доп и и для доп аромата еще у меня есть смесь черного красного лонг и розового перца сюда для дополнительной ароматики здесь должна быть вот прям как бы правильно сказать не рождественский глинтвей но что-то типа того пряности много 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 пряности все уже в принципе чё лук должен хрустеть вот в противоречие скажем так французской французскому джему который должен быть там как бы это правильно сказать то разваленный как 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 джем здесь на оборот хрустящий лук дает текстуру очень крутую делает чатни с характером чатник такой становится прям текстурная но хранится точно также долго спокойно месяц-два наварите побольше она будет настаиваться будет давать такой вот она прям будет уходить в глубину но великолепно все джем получился блестящий блестящий красивый красненький такой с кусочками лука а кто любит можно чесночка туда счет чуть добавить но это уже на на вкус и цвет как говорится товарищей не так много все можно значит корицу анис вот еще одна звездочка сторону сюда откладываем все остальное у нас съедобное обязательно должно пойти в чашку такой прям вообще пряный чатник пряный джем попробуйте раз влюбитесь просто поймете что мед с сыром это так банально это так вообще банально ты думаешь ё-моё чё шикарно так еще несколько маленьких нюансов да у меня здесь не хватает одного кусочка видите на тарелке маленькое место я не стал резать сразу от камамбер сырок нужен еще вот такой мягенький плавленый вот и плавленый сейчас меня как увидят люди которые его делали это созревший камамбер вонючий ужасный аммиачный но очень вкусный пахнет кстати шампиньоны потому что здесь такая грибная тема вот сюда кусок камамбера должен быть потому что когда есть вишневая чатни вот вот камамбер это просто идеальное сочетание идеальное аккуратно разрезаем вот так вот папа вот сюда вот ставим у меня животе заурчало от удовольствия прячем обратно в мешочек полиэтиленовый завяжем его намертво чтобы не можно в холодильнике воняет как будто у меня сдох кто-то но в этом и есть смысл этого сыра так разворачиваем смотрим все как чего как чего чё 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 так чего начать с чего начать давайте из пармезанчика так кусочек в руку и сюда раз я даже не могу вам объяснить вы должны приготовить попробовать это потрясающе вот смотрите паштет так на хлебушек надо сюда это паштет я привозил из сталина шикарный паштет из оленя я могу с уверенностью сказать что вишневый джем не клюквенный или брусничный который найти традиционно все мол типа да дичь должна быть то что в лесу растет вишневый просто пряный джем он великолепно подходит сюда великолепно кусочек сыра и еще каплю да вот такие варианты а сыром в итоге пармезан пока что на последнем месте с мягкими вонючими сырами шикарно так что друзья нарезать и поставить на стол такую шикарную тарелку дольше чем сварить соус понимаете чтобы вы не положили вот сюда этот джем подойдет к любому блюду к любому ингредиенту и украсит ваш праздничный стол с наступающими праздниками вас пожалуйста я надеюсь елка у вас уже стоит игрушки висят а стол ждет красивой новогодней скатерти и когда его украсят совершенно новогодние и удивительные блюда приятного аппетита пользуйтесь на здоровье